Эта дорога ведет к поместью Санинфилд-Парк, которая принадлежит члену семьи Назарбаевых, зятью бывшего президента Казахстана Тимуру Кулебаеву. На пути к дворцу установлен шлагбаум. Чужие там не пройдут. На небольшой табличке надпись «А.В. Армстронг». Это стройкомпания, которая занимается архитектурой загородных домов. Над каким именно зданием работает эта фирма, непонятно. Но в этой местности пятый год строит дворец Кулебаева. Муж средней дочери Назарбаева Динары Тимур Кулебаев приобрел поместье на юго-востоке Англии в 2007 году за 15 миллионов фунтов. Он купил его у принца Эндрю, сына британской королевы Елизаветы II. Объект находился в продаже пять лет. Кулебаев заплатил за недвижимость на 3 миллиона фунтов больше, чем запрашивал продавец. Бывший член парламента Британии Норман Бейкер после заключения сделки о купле-продаже заявил, что вокруг неё много тумана. Очевидный вопрос, на который ещё не было удовлетворяющего ответа, заключается в том, почему господин Кулебаев заплатил принцу Эндрю на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, изначально запрашиваемой цены за недвижимость, которую он, по-видимому, никогда не собирался занимать. Букингемский дворец отверг причастность принца Эндрю к сделке по продаже поместья Кулебаеву. А затык запросил комментарий у юридической компании, защищающей интересы Кулебаева. Ответ не поступил. Поместье площадью 20 квадратных километров пустовало на протяжении 8 лет. В 2016 году виллу на его территорию снесли. В следующие пять лет строили новый дом. Недавно британские СМИ сообщили, что строительство подходит к концу. В новом здании 6 спален, сауна, спортзал и игровой зал. Каждая спальня оборудована отдельной ванной. На втором этаже – детские комнаты, гардеробные и комнаты для гувернанток. Перед виллой – фонтан, сцена, бассейн и теннисный корт. Отдельный дом построен для обслуживающего персонала. Кто будет жить на вилле – неизвестно. Это не единственная недвижимость Кулебаевых за рубежом. Ранее Азаттык писал о виллах Чаты в Испании, Швейцарии и Чехии. Американский Форбс оценивает состояние Кулебаевых в 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Мы все прекрасно знаем, что яхты, самолеты, дворцы у Назарбаева – членов его семьи. Оппозиционеры нередко критикуют Назарбаева, правившего страной почти 30 лет, рассказывая о богатствах его родственников и приближенных. Самая влиятельная семья Казахстана публично никогда не комментировала, как в ее руках оказались многомиллиардные активы в стране и за рубежом. В декабре прошлого года Азаттык собрал в своем расследовании объекты заграничной недвижимости Назарбаевых. За последние два десятилетия они купили особняков и квартир в Европе и США по меньшей мере на 785 миллионов долларов.